Это первый и последний ковер, который я шью из кусков. Это капец. Всем привет! В этом видео я вам покажу, как не надо шить покрывало и как говорят, что правила нужны для того, чтобы их нарушать. Но здесь одно большое но. Всем известно, что в каждой профессии существуют определенные правила. Например, медицинский работник знает, что если нарушить эти правила, то это приведет к последствиям. Также при смешивании химических элементов. Также в шитье есть определенные правила. Это направление долевой нити. И в этом видео я вам покажу, что будет, если нарушить это правило. Давайте посмотрим, что же я такого шила и натворила. Что я думала в этот день, когда я это делала. Но для меня это было большим уроком. На самом деле в этот день я думала о том, что наверное у меня мало ткани. И мне не хватит на такое большое покрывало такого размера. И я подумала, ай, ничего страшного. Это же просто будет покрывало, даже если его перекосит. Да и хрен ты с ним. Да. Ну, конечно, предварительно я посмотрела другие видео других мастеров, кто шил покрывало. Думала, надо выбрать узор там по видео. Окей, да, я все выбрала. Но в итоге я налепила, как налепила. Просто вообще не парилась. И на пошив покрывало у меня ушло 5 дней. 5. Это реально было трудоемко, да. В общем, что хочется сказать. Посмотрите. И я думаю, что вы поймете, что нарушая направление долевой нити, это приведет все-таки к деформации изделия. И если вдруг это была бы дорогая ткань, это были бы там брюки или какая-то кофта, то вещь, я думаю, была бы испорчена. Причем очень-очень капитально. Поэтому смотрим, берем все полезное и восхищаемся моей работой, моим терпением. Что же еще тут сказать? Ну, давайте начнем смотреть. С чего все начинается? Ну, начинается все, конечно же, с раскроя. Я нарезала три вида кусков. Широкие кусочки, средние и самые маленькие. В работе у меня был футер трехнитка, хлопок с полиэстером. Там небольшое содержание полиэстера, поэтому коврик будет просто суперический. Это вот остатки ткани от пошива худи. Так как крупных кусочков у меня было меньше всего, я их первыми раскладываю на полу. И так, чтобы они не совпадали рядом друг с другом по цвету. Я думаю, что все вы уже знаете, что трикотаж шьется только на четырехниточном оверлоке. И это тоже золотое правило. Я взяла вот четыре катушки. На четвертую катушку, это вот крупная бобина, я установила крученую текстуру. Нитка у меня используется реже всего, а на другие я поставила обычные нитки. Первыми в пошив у меня отправились крупные детали. Я собирала полоски по рядам. Сначала я нагибалась на пол, чтобы достать каждый кусочек. Но потом поняла, что все-таки надо беречь свою осанку. И сделала себе кучки. Собрала кучки сверху вниз или снизу вверх. И начала просто их шить. Маленькие и средние детали я также выкладывала на полу, чтобы в каждом ряду цвет не совпадал. Я имею в виду, чтобы одна полоска не совпадала по цвету. Например, бежевая рядом с бежевым, зеленая рядом с зеленым. И вот так вот все выкладывала. И далее снова идешь на машинку, собираешь маленькие и средние кусочки. Раз, два, три, четыре, пять. В тот момент я думала, что мне подсчет этих полосок что-то даст и как-то поможет, не знаю, собрать форму или еще что-то. По факту на все это было плюнуто. Я просто нарезала это все, собрала и начала на полу миксовать эти цвета. И все. Потом я подумала, ну куда же без ВТО? И я начала парить эти полоски. Начну парить самых бесячих, этих маленьких. Их больше всего, и терпения надо больше, чтобы это все распарить. Утюжок, утюжок, надо же утюжок. Сегодня студить буду вот таким утюжком. Что здесь, небольшая поверхность. Шлеп, 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 шлеп. Так что погнали. Конечно, в идеале сначала на ребро. Боже. Так мы к пенсии все это сделаем. А для чего нужно на ребро? Потому что верлочный шов, он волнится. Можно, конечно, напрямую его, ну я беру сразу на сторону утюжить, но чтобы получить более ровный и красивый, его нужно сначала выпрямить, чтобы прямые были, видите, эти строчки. Потом уже заутюживаем. И тут уже я постужу, чтобы зафиксировать. И тут я поняла, что я действительно закончу шить это покрывало к пенсии, если вот так вот буду каждый шов утюжить и студить. Я начала думать, как ускорить этот процесс. И до меня только дошло такое, что может быть нужно использовать два утюжка. И я начала пробовать два утюжка. Но терпению моему тоже пришел конец. И что в итоге? Я забила на утюжку. Еще неотъемлемой части в пошиве это была уборка комнаты. Вы посмотрите, сколько тут пыли. Это вот за день все скапливается от того, что ты трясешь этими кусками. А футер он такой, он сыпучий. Очень много пыли. Добывала даже и по два раза мыла полы. Вот помыла полы и начала раскладку делать. Первый ряд, второй ряд, третий ряд. И подборка по цветам, соответственно. Потому что, чтобы это все не сливалось. Также я подбирала их по толщине. Так как у меня было три вида ширины этих кусков. На это уходило, конечно, очень много времени. И в принципе, места не так много было, чтобы раскладывать эти куски. Где-то я вносила коррективы, доставляла полоски. Потому что толстых полосок у меня было меньше, а тонких больше. Соответственно, нужно было это все распределить. Это огромное количество времени. Вы как видите, я тут стою, думаю, куда что переставить, чтобы вот оно не сливалось, не совпадало. Как-то вот так. Короче, везде не хватает по куску. Получается, сейчас мне нужно будет дорезать и добавить куски. О, Боже мой! Либо одну длину распороть и пустить ее на куски. Ну вот, я и собрала все кусочки. Теперь их нужно соединить между собой. Ну что, одну полоску собрали, встали со стула, взяли следующую. Соединяем дальше. Здесь же припуски на каждом куске. Я сначала запаривалась, направляла эти припуски в одну сторону. Потом я, конечно, тоже на это забила болт. И потом опять, снова мне не хватало куска. Получилось здесь, что кусочка не хватает. Сейчас я подобрала, буду добавлять. Становила здесь вот пошив, срезала. В общем, вышла со строчки. Сейчас соединю от пары, потом дальше буду соединять. Как преподаватель наш в колледже говорил, портной гадит, утюг правит. Поэтому мы отпариваем, чтобы портной, сидящий на этом хрустящем стульчике, не гадил тут. Вот, и поехали дальше. Дошивать. Дошивать. Вот тут толщина, представляете, заходить не хочет. Что за херня? Я плохо нажала на лапку, потому что. Я же сижу в носках. Конечно, так нельзя делать в носках. Резиновые капки для чего надеваю? Для того, чтобы защититься от тока. Кстати, на машинке тоже есть резиновые коврики, как раз для этого. Чтобы током не било. Ну и дальше продолжаем подборку по цвету полосок. Короче, скажу вам так. Я вон уже какой огромный ковер нашила. Это первый и последний ковер, который я шью из кусков. Это капец. Просто сегодня весь день разгибались. Я его еще не дошила, но еще до хрена кусков. Не, если, конечно, вам реально делать нечего, вы сидите там, вам скучно, вы любите вот это вот. Я, конечно, кусочки люблю, но, видимо, не до такой степени. Это просто жесть. Ох. Мне уже пофиг на все правила. Я уже просто шпарю этот ковер и все. Я знаю, что я останусь довольна. Но в следующий раз я вот такой точно шить не буду. Возможно, если я захочу вот натуральный, хлопковый, приятный коврик, то я просто куплю, ну, эту ткань, ну, большими кускманами что-то там соображу. Не вот это вот. Не вот это вот. Жесть. Мало того, что, ну, это все очень трудоемко, очень устаешь, что-то у меня все ноздры в пыли, все ресницы в пыли, вся глотка в пыли. Тут надо просто сидеть в маске. Ну, я такая, короче, пренебрегаю этим всем, да, и буду отмываться, не знаю, промываться, кашлять или что. А на полу что творится, это вообще караун. Просто жесть. Просто жесть. Это жесть реально. Надеюсь, мне этот коврик будет долго радовать. В общем, те кусочки, которые мне не доставало, я теперь просто беру с готового, с готового вот этой фигни, нарезаю уже, сюда вставляю, потому что это уже все. Это трындец. И это выходит из чата. Красота, промежуточный вариант. Еще собираем. Ну, тут уже какая ширина, кстати, он уже такой нормальный. Сколько? Метр? Метр? Метр тридцать, наверное, уже. Ну, что, мне уже нравится. Может, я, конечно, потом скажу. Я сошью еще 50 таких ковров. Нет. А теперь как это выглядит. Просто хаос, хаос, хаос. Стапочки мои. И вот мой верлочек. Так, два... Метр 0,6. Это 2,15. Фут, блин. 2,12. Так, что это получается? Тонкий. Раз, два, три. А здесь тонкая, средняя. Ну, вот сейчас сюда еще тонкую пищу. Будет еще плюс 6 сантиметров. Это получается 106 плюс 6 сантиметров. Чего я гоню-то это будет? Я же пополаме считала. 0,3. Значит, 109 умножить на 2. Ну, вот. Уже размер хороший. А длина? Длина у нас получилась. Ого! 155. Что-то да хера. А как у нас такая длина-то получилась? Не, реально. Что за год-то 155? Может, ну, там вытянулось? 139. 139. Короче, вам нужно нормально потом сравнять. Сейчас я тогда доделаю. Это что получается? 2,80. Не, можно, конечно, вот так вот стелить до 80. Не знаю. Огромный ковер. Не, я один хер сейчас пришью еще одну полоску вот туда. Тем более у меня осталось. Сначала отпарить, а потом осноровку, выровнять края. Потом я увидела, что у меня остались кусочки еще ткани, и я решила сшить на стульчик такую накидочку. И вот тут началась самая песня. Я пыталась разложить покрывало ровно, но с какой бы стороны я не подходила, как бы я его не поправляла, оно все равно было кривое. И вы сейчас увидите, что оно сшито как будто как рюмка, как платье. С одной стороны оно уже, с другой стороны больше. И как вы думаете, почему? Ну, ну, тут мне придется выключить звук, потому что я начинаю разговаривать матом при виде всего этого. Потому что с верхней части у меня 136, в самой узкой части 120, а по низу изделия у меня все 155. Да-да, и как вы думаете, как это произошло? Потом я пыталась по сгибу выпрямить изделие, но у меня ничего не получалось, потому что у меня не была соблюдена долевая нить. Соответственно, все это растягивалось. Еще плюс я не рассчитала квадратики, я их просто добавляла, добавляла. С одной стороны, к примеру, ну, последняя полоска была длиннее, я на нее сверху еще одну посадила. Какие-то там были детали по долевой скроенные, какие-то по недолевой. И те, которые были не по долевой, они, соответственно, под машинкой на рейке растягивались. И это приводило вот к результату. Рюмка становилась все больше и больше, шире и шире. Соответственно, все растянулось и появилось, я не знаю, как это можно назвать, огромную, такую выточку гигантскую делать, чтобы как-то спасти это. Далее я пыталась это все выровнять, подрезать. Ну, в итоге как-то вот более-менее сравняла, но не скажу, что все идеально. Все равно у меня, ну, как бы оно кривое, растянутое в каких-то местах. Ну, в общем, один хрен у меня получилась. Вот, рюмка или платье на великана. Видите, талия. Это надо выравнивать вот по этой стороне. Это надо вот так вот вывернуть. Ну, как подзагнуть туда, но так как у меня рисунок, у меня есть рисунок поедет. То есть здесь уже, ну, ничего невозможно сделать. Я, может, конечно, кто-то здесь суперспец подскажет, что можно сделать. Я вижу, что так, если бы я это делала в однотонном трикотаже, я взяла бы, вот за эту часть дернула и подвернула бы туда, грубо говоря. Сейчас. Чтобы выровнять вот так. Вот. Вот так вот выровнять. Видите, а там она образовалась. И туда бы протянула. Вот так. Но так не получится, потому что у меня рисунок. И рисунок из-за того, что, видимо, я ткань тянула, подошила. Либо, не знаю, посадка, не посадка. Может, посадку нижняя рейка дает. Хотя, вряд ли. Вот здесь вот в начале три прошито. Нормально все. Я уже начала, видимо, где-то косячить. Ну, вот. Ну, вот что. Вот я туда вытяну. Она, видите, загибается. Дугой. Вот. Дугой будет загибаться. Поэтому не вариант. В общем. Сейчас сделать все, что можно. Все возможное. В принципе, на раскрытом не так сильно видно будет. Сейчас я еще подрежу немножко. Ой. Штатив. С боков. В общем, я уже устала это туда-сюда катать. Потому что здесь получается вот растянуто. Видимо, когда наваливаешь кучу, шьешь там. Где-то подтягивала. Я накосячила. Вон сколько. Две выточки на ковре огромные можно сделать. Вот. В общем, не знаю. Сейчас как подрежу, так подрежу. Развернешь. Конечно, с одного боку там, если совсем большая будет, разница видно будет. Ой. Все, короче. Я устала. Наверное, я такой ковер больше шить не буду. Но если буду, тогда надо соблюдать все, как надо. То есть, видите, в чем косяк. Во-первых, косяк рубчик вот идет в одну сторону. Этот идет в другую сторону. Здесь в одну сторону. Там в другую. Я, в общем, все так нарезала. И вот, что называется, перекос изделия. Пожалуйста. В общем, сейчас я эту рюмку подрежу вот чуть-чуть. Вот там все и нафиг. Пиши пропало на распошивалку. И все. Пип-пип, оно конем. Вот так я скажу. Я сделала подгибку 3 сантиметра. Уголок сейчас обработаю на прямострочке. Это как вот такой вот конвертик получится. Сейчас я выверну, покажу. То есть, я наметила, сразу срезала. Потом сейчас я это иголки сниму. И сделаю строчку на 1 сантиметр. И выверну. Вот так. Ну, вот я разобрала. Это выглядит вот так. Я срезала кусок. Почти это загну на лицо. И прострочу на 1 сантиметр. И потом получается вот так. Всем доброе утро. Я вчера так устала, что бросила машинку вот так вот. Все оставила. Не стала зашивать. Осталось еще вот дострочить еще полтора ковра. Честно говоря, что у меня уже просто не было сил вчера. Для того, чтобы на распошивалке все побыстрее это сделать, вот я отмелила. Здесь будет сгиб. То есть, я подворачиваю на 3 сантиметра. Здесь я прилепила скотч малярный, да, чтобы ориентироваться на эту метку, чтобы швы были ровные. В принципе, вот так я себе упростила. Здесь вот мелком я обозначила, докуда мне нужно дойти. Потому что на распошивалке, ну не знаю, я не умею делать уголок. Если вы умеете делать уголок, расскажите как. Потому что вот я попробовала сделать уголок, да, на распошиве, вот что получается. Снаружи вроде ничего, а внутри вот такая куча. Просто эта куча может разойтись. Поэтому, как бы я не стала рисковать. Я дошиваю, в общем, чуть дальше. Потом отсюда начинаю. И потом вручную буду закрепки делать. Где у меня тут? Вот один уголок. Сейчас покажу. Делала вот так. Просто подраспущу, где лишнее. Ну, к примеру, да, вот здесь вот. Чуть-чуть заехала. Ну вот, вот так вот. Вот уголочек, видите, я дошила. Чуть дальше метки. Здесь я закрепила, потому что начало идет, начало уголка. Мы здесь таком начинаем шить. Теперь это надо все туда запихать. Ориентируемся на метку. Ориентируемся на эту метку. Угу, все. Колесо от себя. Начинается строчка. Метка меловая, вот. Здесь мы все, все, поехали. Все может быть такое, что ткань будет делать складку. Периодически можно поднимать лапки, чтобы она не стягивала. Вот опять, я смотрю, раз, загиб. Просто, ну, сметывать такую длину я не хочу этого. Если бы это было изделие какое-то, не знаю, там, на продажу, к примеру. Что-то надо прям очень красивое сделать. Конечно, сметывать. А тут я это покрывало буду использовать как от пыли на диван. Все. Поэтому, как бы, я не парюсь. Смотрите, идет ступенька, да, вот здесь, потому что там шов соединения. И, соответственно, вот здесь куча образуется. Иглы опускаем в ткань, лапку поднимаем, чтобы выровнять. Вот, все, видите, уже выровнялась. Сделаем пару стежков. Опять иглу вниз, лапку наверх, чтобы не было вот этой кучи. Потому что она зажует, а потом распарывать. Вот. Опять припуск смотрим и поехали. Все в целом. Покрывало готово, осталось его только отпарить. Потому что в ВТО я все забросила. В общем, выглядит это пока вот так. Давайте поговорим теперь о деталях. У меня было всего три детали. Большая 28 на 17. Потом вот такая 17 на 10,5. И вот такая деталь 17 на 8,5. Все. Это то, что я краила. По факту, что я сделала? Я не соблюла долевые нити. То есть, предположим, здесь я указала, да, там долевая она может быть вот так или вот так. То есть столбики идут вот так. Столбиками вниз. Все, поехали. Вот так. Столбиками вниз. Никаких вот таких вот продольных, горизонтальных. И из-за этого, когда идешь на оверлок, здесь машинка, она... Вот вы можете попробовать на любой машинке взять ткань и начать строчить, взять деталь вот в таком крое, да, и в таком. И посмотрите, что здесь может растягиваться. И как они считают даже по-разному. В общем, это и есть моя ошибка. Ну вот, это тоже я деталь краила. Тоже АБК, тоже надо было краить вот так. Столбиками вниз, столбиками вниз. Это если простым языком. В итоге, что я еще делала? Я раскраила детали. Если у меня кусок позволял, я брала дважды. Раз, вот так. Здесь тоже, предположим, кусочек позволяла, я брала, дорисовывала. То есть у меня не было четких каких-то квадратов. Большой тоже брала, тоже настраивала. И все. Нашлепала. И что нашлепала, то нашлепала. Вот. Все-таки правила есть правила. Правила нужно соблюдать. Иначе вот получается, что получается. Кстати, я вот за весь свой швейный период всегда соблюдала долевые нити. А сейчас, я не знаю, у меня, видимо, какое-то помутнение. Ну, надо было так сделать, чтобы, знаете, раз и навсегда запомнить, что так не надо делать. Вот. Так что шейте с удовольствием. Ну, так как я дошила все, я очень рада, что я сейчас освобожу стол, выкину мелкие обрезки. У меня освободилось место в комнате больше. Но вот еще, знаете, вот душу греет. Видите, здесь какие куски. Вот. Не знаю я, когда я соберусь. Захочу ли я еще сшить одну накидку от пыли. Покрывала от пыли. Но я уже так не буду. Я уже так не буду шить. Все. Вообще просто жесть. Это моя рюмка. Назовем ее. Покрывала рюмка. Научила меня на всю свою жизнь. Так что вот так. Всем хорошего шитья и отличного настроения без мучений. Пока.